здравствуйте друзья спрашивают сильно ли отличаются частные школы но для детей от хороших государственных потому что как бы вот у нас есть опыт что наша дочь училась в одной там из лучших калифорнийских школ государственных наша внучка учится в частной и вот как мы как мы это сравниваем и вот вообще как как быть значит дело в том что если бы наша внучка могла учиться в хорошие государственные не возник бы вопрос о том чтобы отдавать ее в частную но так получилось что вот то место где родители ребенка живут вот там как бы хороший частные не было и надо сказать что если мы отвлечемся от вообще сравнения частные школы и государственные и конкретно вот на местности у нас посмотрим здесь вообще очень специфично например в этническом состоянии в городе саневел вот где мы например живем и где раньше жила наша внучка с родителями там даже частные школы там был белого ребенка нет там вот в основном из индии народ поэтому ну вот как быть а в другое место пойдет одни китайцы и так чтобы более-менее был вот состав ученический такой но как бы американский да то есть всех понемногу вот вот была частная школа куда нашего внучка вот сейчас ходит вот там более-менее значит но половина может быть там белых и вторая половина все остальные и и китайцы индусы там и вот русских парочку там и так далее вот вот так поэтому тут много много всяких тонкостей то есть даже и частная казалось бы тоже и деньги готов заплатить а тоже значит странно так вот попадаешь непонятно чего значит теперь есть люди которые ну наверное это может быть они не в первом поколении уже тут я даже не знаю что сказать но есть люди которые даже там где хорошая государственная школа все равно отдают детей в частную вот например когда вы смотрите статистику ну может быть она менялась последнее время я не знаю но вот какое-то время назад там 10 лет назад например в городе лос-алтос которые там я не знаю 13 по дороговизне зип-код в стране там 30 процентов детей ходили в частные школы при том что как бы государственные очень-очень хорошие изумительно хорошие в городе саратога который пятый зип-код в стране был на тот момент по дороговизне жилья значит 40 процентов там ближе за 40 процентов детей ходили в частные школы при том что казалось бы у них тоже потрясающе совершенно замечательная государственная школа но вот что за этим стоит то есть люди для которых сумма не принципиально то есть как бы ну заплатили заплатили то есть они не пытаются сэкономить там частная школа может стоить ну скажем от двух с половиной вот у нас тут так я не знаю двух с половиной до трех четырех тысяч может стоить в месяц так вот они как-то не если у них есть эти деньги они как-то сильно ими не заморачиваются они предпочитают частную школу в частной школе на меньше студентов в классе меньше детей в классе вот я помню наши когда пошла в частную школу и там у них в классе в принципе было 14 детей но когда английские делили пополам и вот группа там 7 человек занимаются английским ну так ну так мы же видим результат вот мы видим как она пишет как какой язык это что-то невероятное то есть когда детьми занимаются это совсем не то же самое что когда в классе 30 человек например или там 35 и так далее поэтому в частных школах значит есть безусловно больше такого но внимания индивидуального и в частных школах с дисциплиной пожестче вот то есть их там как-то держат в более может быть строгих рамках так так можно сказать вот собственно и все значит и люди у которых деньги есть многие из них многие предпочитают частные школы хотя некоторые считают что лучше ходить государственно чтобы как-то вот социализироваться лучше и так далее это уже сильно зависит от того с кем вы имеете дело и какие у них там собственно предпочтения но в общем вот я бы так сказал у нас не безумно большой опыт но вот какой есть счастливы